дамы и господа я рад приветствовать вас на канале виолити чайничек закипел сейчас мы его выключим вот это советская елка малютка ее стали выпускать в конце 50-х годов и вплоть до 90-х выпускали не шли не обычные игрушки а миниатюрные маленькие но вы можете спросить меня почему вот я перчатках а потому что я купил вот такие игрушечки малюсенькие на елку и они необычные вот сейчас я попрошу выключить свет и покажу вам не знаю возьму и камера видите светятся а вот это дозиметр а мы его берем вот по нулям и проверяем не фонят ли мои купленные кстати на виолити игрушки но о результатах чуть позже сейчас на носу как раз локдаун нам удалось напроситься в гости коллекционерки елочных игрушек и сейчас мы туда и пойдем у нас его больше называют володя ульяна видно что повидала очень много эта лампочка по каждый коллекционер мечтает про такого деда мороза в таком состоянии он и приехал из петербурга ко мне не на коллекционирует новогодние игрушки давно антикварные старые игрушки сама деставрируют комнате куда мы за 6 стоит 5 наряженных елок на столах разложены игрушки отдельно коллекция космос отдельно китайские фонарики отдельно старые ватные игрушки отдельно птички отдельно фух тут перечислять и маешься но с какой нежностью она осторожно благоговейно достает вынутую из баты игрушку прошедшую с целых они будут почту россии и укрпочту ведь там и чугунную гирю расколоть или потерять могут не то что нежнейшую игрушку двух небольших комнатах собрано более тысячи игрушек тут не только новогодние а что это вот за усмут сидит вылитые и нич ульянов с октябряцкой звездочки уже сидит бедный полгода в одних шортах потому что я не могу дошить ему пиджак так кто это такой видная кукла рост у нее приблизительно 55 сантиметров выпускался в ссср задумка еще пиджак белого это в морском стиле болванка по немецкому мальчику его звали ганс но почему-то он похож на володю ульянова у нас его больше называют володя ульянов иные старинные игрушки могут показаться примитивными вот эта палатка папанинцев вата картон воткнута проволока как будто поделка из детского сада или вот как тонажная серебристая фигурка пограничника карацупы с собакой ну ерунда же очень много подобных вещей погибло так как люди доставали их в коробках с антресоли и выкидывали в мусор как ненужный хлам однако стоят на аукционах такие вещи очень дорого речь идет о десятках если не сотнях тысяч но обратимся к новогодним игрушкам не на есть игрушки представляющие особую ценность здесь в основном предоставлены игрушки московских двух заводов это завод москабель и электроламповый завод здесь очень редкая гирлянда все коллекционеры они мечтают потому что здесь она единственная такая в своем роде скажем выпущенная в ссср здесь есть дирижабль домик пушкинский фонарик автомобиль и много других интересных фигурок купить ее нереально скажем так на барахолке но это надо иметь огромное везение вот такие чудные лампочки были выпущены из отходов производства на этом же электроламповом заводе это 50-е года начало 60-х то есть то что промышленность уже не могла ничего сделать цоколь обрубовали и вот делали такую красоту существует их несколько размеров вот есть среднего размера есть побольше и есть вот такие красивые очень маленькие разных разных цветов вот так расписывали это еще более позже уже там где-то 60 не знаю какой год выпуска вот такая лампочка уже символикой то есть внутри в прожекторе есть серп и молот видно что повидала очень много эта лампочка потому что уже от подвеса внутри амальгама немножко потеряла свой вид вот такие красивые лампы висели на елках ссср так называемые абажуры это вот так называемая керосиновая лампа очень красивые экземпляры очень тонкое стекло и я всегда удивляюсь как они сохранились до нашего времени к военному времени у меня только две игрушки которые так в паре я не продаю они немножко отличаются по цвету это ампулы это выпущены во время да очень толстое стекло и они присутствовали на какой-то из военных елок еще завод москабель выпускал вот такие игрушки из отходов канители проволоки ваты целофана желофана вот здесь есть именно этот желофан вот это я удивлялась блестящее теперь в каталоге нашла этому объяснение канитель это такая волнистая проволочка которая вот обкручены вот эти все парусники вот такая игрушечка это тоже не новодел это не новодел это тоже скорее всего выпущено было какой-то из артелей украины мишка с гармошкой как бы цирковой потому что у него на голове есть колпак во время войны игрушек было мало но так как и в блиндажах военных тоже наряжали елку из вот таких погон делали игрушки то есть сумочки но это моя ручная работа чтобы просто это показать к сожалению таких старых игрушек не сохранилось ночь на 2 января 1873 года небо одессы озарилось зловещим заговором раздавались крики туши спасай тащи сгорел городской театр одессы по словам александра делибаса лучший памятник одесской столицы и тогда купец александр великанов поголевав вместе со всей одессой об утрате театра с драмом размышлений решил одесситам надобно не только хлеб но и зрелище и перестроил свой хлебный магазин под выступление драматических труп русского театра еще он открыл бесплатную публичную библиотеку бахдессе как бы сейчас сказали мужик был продвинутый то есть передовых взглядов и он устраивал елки еще до революции елочные игрушки в основном делали сами покупали разноцветную бумагу фольгу и вперед клеить и резать богатых домах игрушки закупали в европе конце девятнадцатого века на нижегородской ярмарке кто-то решил украсить елку продукции стеклодувов бусами именно с этого момента у отечественных стеклодувов начинается совсем другая жизнь бусы постепенно уходят из женского наряда зато с успехом переживаются шарики и дутые самовары на рождественских елках и вот какая же странность коллекция одесского купца и мецената великанова сохранилась по сей день это из его коллекции елочных игрушек продавалась большая коллекция за 5000 гривен там было очень много игрушек это не дорого если большая большая коллекция там были и балеринки и все но чуть чуть позже вынесли еще две игрушки и вот мне удалось купить это птички в гнезде деревянное основание вот таким такой фольгой обкручена внутри вата кусочки жилофа нашли как украшение и вот жила она всю жизнь в коллекции человека который построил русский драматический театр в очень большой красивый дедушка мороз московской фабрики бауманской рост у него 55 сантиметров он был тоже куплен на одесской барахолке в просто плачевном состоянии несколько месяцев я ему делала реставрацию каждый коллекционер мечтает про такого деда мороза мой муж называет его партизаном потому что он в такой красивой шапке ушанки вот конец 30-х годов это девочка со скакалкой потом вот этот клоун одесская находка вот это я купила очень давно лет не знаю 6-7 назад за каких-то 5 гривен и было просто счастлива да потом ну что сказать очень редкая игрушка это я уже потом узнала я купил ее величевске 6 лет назад у одной хорошей знакомой за 15 гривен это именно ленинградская фабрика из оккульт здесь личики как у ребеночка еще ленинградской фабрики вернее артели вот такой мальчик состояние конечно не ахти но в таком состоянии он и приехал из петербурга ко мне если кто не знает был такой деятель павел постышев он был кандидатом членами политбуро цека в 30-х годах и усиленно занимался антирелигиозной пропагандой и лиги яд испортит ребят и так дальше у меня вот в руках журнал безбожник 30-х годов куплены опять-таки на виолите ну что вам сказать оказалось довольно таки нудное чтиво ведь советский новояс это особая речь и от всех этих избы читальные читальные вихри враждебные под кулачники то есть даже враг у них какой-то неживо неодушевленный и вызывает все зевоту но самый циниз этого журнала это вот эти фотографии вот молодые балбесы позируют среди пеньков с пилами так и написано счастливые безбожники на лесом на лесоповале вместо рождества или вот фото счастливые дети против елки и у детей такие кирпичные каменные лица ступили стоять перепуганные дошкалята и держат лозунги елки это плохо и под всем этим лозунги постышева что надо съелки кончать так почему же тогда он стал добрый дядечка к кто-то и принес всем детям елку но потом постышев подумал подумал а может куба ему что-то кашлянул и он решил что елку надо возвращать лесоповал праздником не будет как ни старайся а может лесоповал навевал на него безрадостные мысли неизвестно но елку он возродил как известно дед мороз на 90 процентов советских продуктов при царе этот персонаж имени дед мороз еще не обрел и звали его рождественским дедом то елки чем шубы у него были цвета неопределенного сневатые белые но страшном тридцать седьмом году дед мороз появился на кремлевской елке красной гранитарской шубе может подсмотрели костюмеры и портные как танчи кусанты в пользу этой версии говорит и то что на первых елочных ложках в ссср были спионерные диснеевские поросята кстати продавались такие на вилки первым дедом морозом на той кремлевской елке был михаил гаркави конферансе видный плотный мужик он потом еще геринга сыграл фильме стаинградская битва вместе со снегуркой назар но пел на главной елке страны славься наш веники сталин славься сталин наш родной но мог и такой дед мороз не появится когда по всему союза зажглись разноцветными огнями десятки тысяч елок это вызвало бюрократический испуг москву полетение трусливые в запросах как объяснить значение елки для наших ребят давать ли ряженых и каких можно ли деда мороза нужны ли подарки и на главного героя праздника претендовали еще снежная баба и конькобежица но постепенно дед мороз победил у каждого коллекционера иногда сердце замирает когда он видит нечто очень ценное было такое в прошлом году на одесской барахолке я смотрела интересные вещи подходит человек и спрашивает а вы что-то здесь хотите купить такой небольшого роста мужчина я говорю да а что вас интересует я бы елочные игрушкин горит ой а у меня в гараже или в сарае есть несколько коробок открывает он коробочку и у меня сердце замирает потому что там то что я очень давно искала хотела мечтала и даже сделала современную распечатку это находится на елочке три игрушки сюрпризницы так называемые вырезки сделай сам они продавались в журналах мурзилка барвинок любых детских журналов дети могли вырезать и склеить вместе с родителями но это было пятидесятые года к сожалению такие игрушки уже попадаются редко и вот одна из игрушек это вот это ветром с коробки вылетает мы начинаем искать мы 20 минут ее искали пока нашли но да я вот теперь имею три таких сюрпризницы когда деревья были большими мы маленькими в ссср выходила масса книжек которых было описано чаще всего нарисовано то как можно собрать склеить не сосругать себе массу полезных игрушек может быть потому что взрослые дяди пускали все в оборонку на ракеты и танки для детей решили вот оставить развивающие картинки и по ним из мелкого ссора они собирали себе игрушки мина говорила о большой редкости новогодних игрушек сделай сам в барвинке мурзилке вот у меня журнал барвинок пятьдесят четвертого года мне его удалось приобрести опять-таки на виолити видите тут буратино его можно склеить усадить на кувшинку тут он не вырезан обычно когда берешь такие журналы дети уже постарались ножницами это уже висела на елке 50 лет назад а этот номер остался чудом цел так вот такое хорошее приобретение надувайте парамзе уже надоели эти перчатки давайте посмотрим что же у нас с радиоактивными игрушками ну вот он показывает 99 микролентген в час дело в том что причиной постоянного свечения игрушек являлся радиоактивный элемента ради 226 16 микролентген в час но 16 микролентген в час это нормальный фон в обычной квартире скажу больше того на специалисты виолити следят за то за тем чтобы вам не продали товар который может навредить облучить как или отравить и бояться вроде бы тут нечего но давайте спросим у специалистов по елочным игрушкам это так называемые фосфорные игрушки но шло напыление действительно из фосфора и много игрушек сохранились до наших времен особенно это касается шаров вот и до сих пор даже на некоторых есть хорошее свечение у меня есть несколько таких игрушек вот и случайно я обнаружила на игрушке что вот когда собирала коллекцию что она фосфорная я даже этого не знала есть у меня по моему три четыре таких но там до такой степени маленькая какая-то доля этого что для людей это не вредно и если бы это было для людей для детей вредно то наша бы промышленность не выпускала таких игрушек я наконец-то снимаю перчатки никакой опасности эти игрушки не представляют я надеюсь что вам понравилось путешествие в эту маленькую страну игрушек который новый год круглый год и наряженные елки стоят и весной и летом и осенью а мы пожелаем не не новый год больше удачных покупок и конечно же коллекционируйте историю вместе с виолити и не забывайте подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки